Приветствую вас. С чего вы взяли, что расставание это единственный способ, это единственный выход. Если ваш муж готов работать над собой, если ваш муж хочет сохранить семью, если вы донесёте до мужа ещё раз как следующее, то вы его любите, ну, то, что вы написали, что вы не знаете, любите ли вы его или нет, это детали об этом, можно умолчать. Вот, я полагаю, что это всё-таки сказано сейчас на эмоциях, вот. Просто поговорить, что дело не в нём, а в вас, что у вас как бы нет сил терпеть скандалы и спросить его, ты хочешь как бы со мной быть, ты хочешь как бы, чтобы у нас была семья, ты хочешь, чтобы наша дочь была счастлива, тогда, если ты хочешь, поработать с психологом и я поработаю с психологом, мы постараемся прийти к какому-то общему решению. Мне кажется, что это очень важный момент на самом деле, потому что я не думаю, что можно только лишь расставшись с мужем решить ваши проблемы. Вот, потому что, вот то, что вы в отчаянии, да, это ведь не очень хороший стимул для того, чтобы начинать что-то делать. Есть, конечно, вопрос, почему у вас полная материальная зависимость от мужа, какой стати, почему вы зависите материально от него, непонятно. Почему вы не работаете сами, почему вы сами себя не обеспечиваете, почему у вас нет никаких навыков на счёт обеспечения себя настолько, что придётся жить на шее у мамы. Откуда такая беспомощность, почему такая беспомощность, из-за чего такая беспомощность, понимаете. Ну вот, и с этими вещами лучше работать всё-таки имея какую-то материальную базу, имея материальный фундамент. Вот, потому что отчаяние вас при таком раскладе, при такой установке просто-напросто подажат, уничтожат и вообще будет не самым лучшим вариантом. Вот, то есть здесь вопрос в том, как видит, как видит вас, значит, ваш муж, как он вас воспринимает, как он вас понимает и так далее. То есть готов ли он работать над отношениями вашими, да? Вот. Смотрите, я уже отвечал вам на ваш вопрос, да? Вот. Вот. А вы, значит, сделали мой ответ лучшим тогда при ответе, ну вот при, видимо, анализе ответов. Вот. Вот. Вы сделали мой ответ лучшим. Но при этом по какой-то причине вы не обратились ко мне, например, ну хотя бы. Ну вот. И не начали работу, значит, над собой, да? Вот. Этот момент мне не ясен. В принципе, написали вы тоже самое практически, да? Вот. Что есть сейчас, но только менее подробно. Вот. И, собственно, мне непонятно ваша здесь стратегия, то есть помощи. Помощи. Вы просто помощи, советы, критики. Психологи не критикуют и психологи не советуют. А помочь вам в формате вопрос-ответ практически невозможно. Вот. Вот. Если вы обращаетесь за профессиональной помощью, то я полагаю, вот именно так обстоят дела. Вот. Значит, это по поводу, по поводу расставания. Теперь, по поводу дочки. Во-первых, дочь жалеть не нужно. Даже сейчас дочь жалеть не стоит, потому что ваша жалость ее только убивает. Но, поймите, 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 будете скрывать, будете юлить, будете врать, и ребенок, в общем-то, как бы это сказать, ребенок не будет ценить. Он будет искренне, будет ее избегать, будет ее бояться. Вот. И я не думаю, что это то, что вам нужно. Не думаю, что это то, чего вы хотите. Ребенку нужно сказать правду, как она есть. Что вы с папой расстаетесь. Что они с папой будут свидеться. Просто теперь папа не будет вместе с вами. Вот. Ну, если решить это дело. Ага. И, соответственно, это не значит, что папа ее не любит. Дочь. Да? Это просто значит, что с вами он больше не будет находиться. Ну, или вы с ними. То есть, тут как бы неважно. Вот. Вот. Вот и все. То есть, с точкой нужно... Чем правдивее есть, тем лучше. Вот. Да, дочь поплачет, но вы можете поплакать вместе с ней. Тут не нужно быть сильно, не нужно... Там это... Она плачет, не поплачет. Если хочется. Вот. Но потом просто... Хочется, да, дочь. Это тяжелый период. Это сложный период. Это нелегко. Но мы справимся. Все равно, как бы, мы тебя любим. И мы... Мы делаем все, чтобы ты была счастлива. Вот. Ага. Значит. Значит. Дальше. Дальше. Ага. У вас есть злость. Желаю. И частные ссоры. Ага. Вот. Эээ... В прошлом... Вопросе вам... Мой коллега Игорь Леонидович, Ага. Писал, что для конфликта нужны двое. Два человека. Да? Вот он вам... Писал. Для конфликта нужны двое. Если кто-то не включается в конфликт, то его не возникает. Соответственно, для того, чтобы конфликта не было, нужно просто вам увидеть свою роль в этом конфликте. И всё. То есть, ссора – это вы, в том числе, 50% ответственности за ссору несёте вы, знаете, вот вы говорите, что меня трясёт от злости, голова неясна, настолько злость меня заполняет. Так это ваша ответственность, вы от неё избегаете, злость не уйдёт, проблемы внутри вас не уйдут, они останутся. Что-то мне подсказывает, что злость у вас, потому что вы не чувствуете себя значимой. Потому что вы не чувствуете себя ценной, у вас занятина самооценка. на это указывает то, что вопрос избитый, причины расставания, причины страха расставания типичны. Вот. Такая, где индивидуализация происходит, обесценивание в себя. Отсюда и злость возникает, возникает, возникает. Понимаете? А если вы скажете себя, что это неизбитый вопрос, что это мой вопрос, что он важный вопрос, что я его задаю, значит, он ценный. Он имеет огромное отношение для меня, для моей будущей семьи, для моей дочери, для будущего, для моей дочери. Вот. Понимаете? Дальше. Причины страха, да, причины страха расставания нетипичны. Причины страха расставания ненормальны. Общий любимый ребенок – это не причина. А детство может ребенка любить, даже если вы вместе не будете. Это отговорка. Материальная зависимость – это ваша ответственность. Понимаете? Боязнь одиночества – это ваше чувство непринятия себя. Понимаете? Вот с этим и нужно работать. С этим и нужно работать. Понимаете? Какая история. А у вас позиция такой жертвы, что вы ничего не можете, ни на что не способны, у вас полная материальная зависимость. Так, если у вас полная материальная зависимость, если вы не цените себя, недооцениваете, недооцениваете себя, то что вы от мужа хотите? Чтобы он вас ценил, чтобы он вас любил, а вы себя любите. Мне кажется, нет. Мне кажется, не любите себя. Вот. Смотрите, вы их пишите. Значит. Так. Несколько раз пыталась расстаться, но поговорив с ними, обсудив проблемы, оставалась. Ну вот. Хорошо. Вы обсуждали проблему. И что? Ну, обсуждали проблему и решение какое-то вы принимали? на основании, так сказать, обсуждения. Если нет, то какой смысл тогда в обсуждении, если решение никакого не принимать? Решение нужно. Вот. И на что вы рассчитывали, когда обсуждали проблему? Что она просто во взмет и уйдет? Ну, это редкая позиция. Так. Ага. Дальше вы пишите, все налаживалось. Что это значит? Затем снова вссорились. Желание уйти возвращалось. Ну, то есть. У вас получается, как? Вы ссоритесь. Вместо того, чтобы решать проблему, вы от нее убегаете. Вот. Ну, я так полагаю, что у вас, в вашей семье все так и делали. Ну, мама. Мама. Мама была склонна избегать проблем. А отец был склонен навязывать свое дело. Вау. Я так думал. Ну, вот. Конечно. Могу ошибаться. Могу ошибаться. Могу ошибаться. Дальше. Причины трака расставания типичны. Так. Ну, об этом я сказал. По поводу того, что жить придется маме на ее шее, на мизерную пенсию. Так. А. Знаете. Ну, вот. Это, знаете. Это вот так. Как тут. Даже несмотря на то, что военная обстановка, да. Все равно. Все равно. Это. Безответственно. С вашей стороны. Вот. Всегда можно найти где работать. Всегда можно найти где что поделать. Всегда можно найти чем заниматься. Всегда. Даже неквалифицированный труд. Тем более, если военная обстановка. А. Рабочей силы не хватает. Вот. Так что. Я думаю, что это странно. Вариант только работы в интернете. Думаю, что смогу научиться, если найду. Так. А. У вас неправильная причина. Следственная связь. Сперва вы учитесь, потом находитесь. Не наоборот. Или вы считаете, что вас кто-то будет. За деньги. Учить. Ну. Не наоборот. То есть. Вам будут платить. И вас будут учить. Ну. Не знаю. Может быть. Такое еще есть. Но я бы на это не наделался. Никаких навыков нет. Опять же. Почему? Вы с Музем пять лет жили вместе. Дочкой три года. Ну хорошо. Эээ. Ээээ. Первый, допустим. Первый год, полтора, вы с ней были. А дальше? А до, до рождения дочери что вы делали? Вам было 28 лет. Что вы 28 лет делали? Почему навыков нет? Какие у вас интересы вообще? Что вам нравится? Чем вы занимались? Два года в браке вы жили без дочери. Что вы делали? Чем занимались? Развод и алименты под большим сомнением. Развод и алименты. Все сложно с документами в связи с военным положением и непризнанием государства. Так, ну, мне кажется, уже вообще началась какая-то жертвенная позиция у вас совсем. То есть, во-первых, значит, вы как-то брак свой заключали. Значит, соответственно, если брак заключали, значит, где-то есть этот документ. И признание и непризнание государства – это неважно. Все это юридически решается. В конце концов, можно через тот же интернет юридические услуги оплатить, проконсультироваться и разъяснить. Вот. Опять же, для этого нужно что-то делать. И сделать нужно вам. Потому что вы заинтересованы в этом. А у вас есть такая игра, в которой вы играете. Она называется «Какой-какой ужас». Вот. Обязательно почитайте о ней в интернете. Обязательно. Вот. Ага. Дальше. Не исключаю вариантов, что ребенку может быть и будет что-то покупать, но не финансовая поддержка. Так. Так. А разве… Скажите, разве так и не должно быть? Ребенку что-то покупать. Правильно. А вы, взрослая женщина, можете себя содержать. Должны, я бы сказал, должны себя содержать. Так. Мне очень страшно, что не потянул. Очень дорогое лечение одежды, продукты питания. А дорогое лечение кого? От чего? Не понятно. Что касается одежды, продуктов питания, то… Это материальные блага, которые… В общем-то… При… Правильном отношении… Абсолютно никакой роли не играют. При вашем… При том, что вы правильно к этому относитесь, никакой роли это не играет. Что касается дорогого лечения, то… Я, известно, не знаю, если… Если речь о ребенке, то и муж… Эээ… Должен помочь, иначе… О какой любви вы говорите? Если себя, то… То… Это все же… Можно решить либо полюбовно с мужем, либо… Вам самой опять же об этом заботиться. Ага… Еще больше боюсь нанести психологическую травму д… Дочери… Ага… Так… Еще больше боюсь нанести дочке травму. Ну, понимаете… Эээ… Я не знаю на эти травмы… Эээ… Эээ… Которые вы говорите, но… Вы травму нанесете ей, когда ссоритесь. Когда вас трясет от злости. То есть… Эээ… Гипотетически вы… Кхм… Нанесете ей один раз… Травму… Что вы достались. Вы эту травму сами же вылечите… У нее… При правильном поведении. И все. А то, что происходит сейчас – это постоянное травмирование. Постоянное. Что лучше… Решать вам. Дальше. Эээ… Ну, у вас… Ээээ… Здесь психотоматика. Вот. Эээ… Тревога убирается через дифференциацию эмоций. Вот. Эээ… Тревога убирается через дифференциацию эмоций. Тревога – это эмоции, которые должны быть обращены вовне, но которые обращены на вас. И те, которые вовне обращены. Дальше. Идем. Эээ… Переживания на душе. Ну, это… Эээ… Я полагаю, это… Что-то такое… Что-то такое… Больше… Продиологическое. То есть… Вопросы нужно выговорить. Эээ… Да, правильно. Это… То, что вы делали всегда. Идти по легкому пути. А можно вернуться к нему. А… Можно все уладить, если он готов работать над собой. Эээ… Работать с психологом. Если вы готовы работать, то можно. Если вы готовы обучаться, осваивать через интернет. Учиться, образование получать. Это можно, да. Это можно. А так? Нет. Нет. Так. Его… Точно много чего не устраивает. Мы не можем прийти к общему номинации. Нет взаимопонимания. Уважения. Но оно это когда-то было. Опять же. Эээ… Это зависит от обоих. Не только от него. Вы всю ответственность прикладываете на него. Как будто бы. Возьмите и… Сами… Старайтесь его понять. Возьмите его сами и начните его уважать. Это можно сделать через… Эээ… Определенную методику. Лучше понять, во чем он будет. То есть буквально прожить его. Буквально прочувствовать его. Вот. Это можно сделать. При необходимости. Ну так. Если у вас есть… Желание. Вот. Ээ… Люблю ли я его? Не могу дать… Ответ. Ну. Вот. Чего вы хотите для мужа? Ответьте на вопрос. Что вы хотите для мужа? Для его. Это и будет ответом на вопрос, любите ли вы его. Эээ… Эээ… Были там совместные… Эээ… Перспективные планы на будущий бизнес. Эээ… Эээ… Я не очень понимаю, что это планы, какие планы. Если у вас зависимость полная от него. Эээ… Ну я не понимаю, какие здесь могут быть планы, если честно. Эээ… 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 Но, опять же, совместные планы – это не любовь. У вас очень интересный… Эээ… Интересный ход мыслей. Прямо говорите про любовь, потом про перспективные планы. Это как бы разные вещи. На самом деле. Эээ… Сейчас муж очень взел на меня, что я постоянно хочу… Уйти. Так, ну… Ээээ… Значит… Это нормально. Вопрос в том, как вы к этому относитесь… Именно вы. Сами. Эээ… Подскажите, как пережить эти душевные переживания без такой боли и слёз? Ну… Если не будете плакать, вы заболеете, а больно… На… Чтобы… Чтобы вы получали опыт, сделали выводы. Чтобы вы изменили свою жизнь, подкорректировали. Вы не хотите боли – значит, вы не хотите развиваться. Это вот ключевой момент. Вы избегаете боли, вы избегаете развития, и вот к чему это приводит. К страданиям дочери, к вашим страданиям и так далее. Хотите, чтобы это изменилось – перестаньте бежать от боли. Ага, дальше. Как преподнести дочке информацию о разводе, если это возможно? Невозможно. Жалеть её нужно перестать. Так, я понимаю, что люди расходятся, но мысли и переживания просто раздирают меня внутри, мне очень страшно и грустно. Ну, со траком, одиночеством можно поработать, я уже говорил. Это не принятие от себя. И для начала, чтобы дать какой-то старт вам, подумайте о том, вот, знаете, как сделать? Выпишите, выпишите свои негативные черты, вот по вашему мнению, то есть негативные черты, которые вы считаете таковыми. Вот. И как вы к ним относитесь, к этим чертам негативным? Вот постарайтесь, постарайтесь именно на этот вопрос ответить себе, что это за негативные черты. И почему вы считаете их таковыми, негативными чертами, из-за чего вы считаете их таковыми? Вот. И, соответственно, откуда у вас это взялось? Вот. Это вот как вам начало работы над этим. Ага. Дальше уже можно будет, в общем, что-то делать. Дальше уже можно будет всем-то заниматься. Конкретно. Вот с этим. Вот. Вот так вот, я думаю, вам можно ответить на вопрос на ваш. Надеюсь, что после моего ответа вы все-таки соберетесь и начнете работать над собой. Соберетесь и все-таки будете действовать, соберетесь и все-таки будете как-то двигаться дальше. Вот. И, собственно говоря, у вас тогда все получится. А то получилось так, что вы с пятого месяца задавали вопрос, и с тех пор, и что, ну, и что, что изменилось? Ничего. Как ссорились, так и ссоритесь. И что? Как бы. Что произошло там? Понимаете? Ну, вот. Это просто трата времени. Значит, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!